Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Нужные организму углеводы. Итак, пробуем с нудом. 6 июня, день Симеона, назван в честь преподобного отца Симеона Дивногорца. Его матери было видение, что она зачнет сына и назовет его Симеоном. Он будет вкушать молоко лишь из правой груди твоей, левой же совершенно не прикоснется. Он будет сыном деснице, не будет вкушать ни мяса, ни вина, никакой другой снеги. Приготовленный с искусством рукою человеческой. Пищу для него будет лишь хлеб, мед, соль и вода. Ей надо с большим вниманием воспитывать его, как сосуд святой. В народе считалось, что с этого дня начинается настоящее лето. А в церкви почитали память Симеона Столпника, чудотворца. Он в течение 45 лет жил на столбе, расположенном на Дивной горе около Антиохии. За свою жизнь совершил много весьма удивительных чудес. Начинал цвести шиповник. Его наши предки считали символом красоты и молодости, а также олицетворением настоящей любви. К нему ходили, чтобы успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. Для того, чтобы дети побыстрее избавлялись от разного рода страхов, поступали следующим образом. Как только расцветал шиповник, старушки усаживались под ним вместе с внуками и рассказывали им сказки. Ценили шиповник из-за его целебные свойства. С его помощью лечили раны и простуду, чистили кровь. С помощью отвара корней шиповника дробили почечные камушки. Старались пить вкусный и полезный чай из его плодов. Молодые девушки умывались водой, которая была настойна на шиповнике, чтобы сохранить здоровье и привлекательность. Приметы. Если идет дождь сегодня, будет много грибов. Если сегодня цвет шиповника пахнет сильнее, чем обычно, надо ждать дождя. У нас получилось вкусное целебное блюдо, которое можно использовать для укрепления своего собственного сердца. Также оно будет великолепно стимулировать работу желудочно-кишечного тракта. Никаких запоров. Это уже великолепная предпосылка для оздоровления как нашего сердца, так и профилактики онкологии, так и для того, чтобы человек более мощным себя чувствовал. Это же великолепное блюдо в теплом виде, хорошо для лиц конституции ветра, которые постоянно мерзнут, им холодно, сушится организм. Все это будет противостоять. Плюс поднимает потенцию, плюс укрепляет женский организм. Это блюдо лучше всего есть курсами. А именно, ну допустим, вы будете его кушать каждый день по две таких вот котлетки в течение двух недель. После делаете перерывчик с недельку и дальше повторяете. И особенно его хорошо использовать, знаете когда? Сердце наиболее слабо у нас в январе. Поэтому в январе вот эти вот котлетки должны у вас быть постоянно на столе. И дальше в марте-апреле, когда испытывается витаминный голод. Недостаток витаминов. А вы как раз в организм будете подкармливать полноценными витаминами. Это большое дело. Можно конечно сверху немножечко меда добавить. Это уже для деток, чтобы у них им было и вкусно, и приятно, и полезно. То, что можно по-всякому попробовать. Кстати, давайте я действительно добавлю немножечко меда. И это будет к тому же очень вкусно, когда мы с вами добавим еще меда. Смотрите, много меда не надо. Добавляем вот так вот. Вот, хорошо. Теперь на эту добавим. Это хорошо используют для детей. И кстати, если говорить о совместимости продуктов, то смотрите, когда мы проращиваем зерно, оно у нас превращается из крахмала в солодовый сахар. Это уже целая, целая ступень пищеварения уже здесь пройдена. То есть облегчается пищеварение. Здесь уже у нас нет крахмала, а раз имеется солодовый сахар, то мы с углеводами смешиваем, которые у нас имелись в абрикосах. Такие быстро усваиваемые углеводы. Вот, и мед, также углевод. Вот, поэтому получается, что здесь клетчатка и легко усваиваемые нужные организму углеводы. Итак, пробуем с муром. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой аналитикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно, то, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok